Зарабатывай деньги методом дропшиппинга абсолютно без вложений на ebay при помощи автоматической программы Infinii. Здравствуйте, друзья! С вами Елена Ронец и сейчас мы продолжаем наше занятие. Сегодня у нас очень интересная тема. На прошлом уроке мы научились, как делать первый листинг, то есть выставлять первый наш товар на ebay.com. И мы можем, конечно, продолжать вручную выставлять до 10 товаров пока для начинающих или на сумму 500 долларов. Это для нас старт такой. Но мы можем это делать и на автомате, потому что мы партнеры компании Infinii. И здесь компания нам предоставляет просто замечательный автоматический инструмент для создания листинга. И при помощи этого листинга очень легко и быстро вы можете буквально за минуту выставить любой товар на ваш ebay. Давайте я вам покажу, как же мы это делаем. Итак, заходим на наше меню в кабинете раздел продукты, затем пакет Prime и инструменты. Нажимаем на ebay и перед нами открывается вот то, что я вам показала. Это уже как бы мой листинг внутри кабинета. То же самое у меня стоит на ebay. Вот я, допустим, выставила уже 3 товара или 4, потому что один и тот же товар выставила 2 раза. Здесь мы можем обрабатывать его, редактировать, удалять, если нам что-то не нравится и так дальше. Можем делать вручную на ebay и импортировать сюда. И это очень-очень удобно. Это вообще супер инструмент. Если вы начнете с ним работать, то вы просто без него уже не сможете ничего делать, потому что это экономия времени и ваших сил. Итак, нажимаем Create, чтобы создать наш товар. Здесь мы выбираем из списка тот магазин, на котором мы найдем наш товар. Ну, скажем, Amazon. Хотя есть еще Amazon, United Kingdom, Overstock, Walmart, Wayfair и другие магазины. Итак, Amazon. Здесь мы должны вставить правильную URL-ссылку. Ну, давайте же пойдем искать наш товар. Итак, мы сейчас будем его искать на Амазоне, в частности, да. Ну, вот я посмотрела, мне понравились вот эти вот Kids, или это спортивная обувь. И я, допустим, хочу выставить ее, думаю, что сейчас как раз они будут очень хорошо покупаться. Вот, давайте напишем. Это у нас компания Nike, да. Nike Kids. Кеды, да. Nike Kids. И вставим поиск. Что мы видим? Мы видим разные вот такие вот интересные кедики, да, которые мы можем выбрать и поставить на продажу. Ну, давайте немножечко посмотрим, что же здесь такого интересного есть, какие бы я выбрала, что мне здесь нравится. Вот мне, например, как раз вот эти розовые и очень понравились. Я выбираю их. Вот цена 39,99. Free размеры. И мы смотрим. Вы смотрите, сколько их здесь есть. Так, а теперь давайте сначала проверим. Если мы пойдем на eBay, сколько мы там можем выставить цену, есть ли там вообще в продаже. Вот я нажимаю на мой Apps, который есть, у меня тут загружен. И он сразу у меня выходит на мой eBay. Можете, конечно, заходить сразу на сайт, но можете себе загрузить. Очень удобно, да, опять для Chrome. Итак, мы видим, вот есть за 52 доллара, ну и разные цвета. Вот за 34 доллара кто-то выставил, да. Ну, мы ищем, а продались же они или нет. Вот Sold Items Listings. Вот те, которые проданы Free Shipping, да. 39, даже 69, видим. Разные цены, мы тоже можем поставить свою цену. Итак, видите, как видите, продались они за такую цену. Ну, посмотрим, что же здесь есть. Вот есть полная характеристика. Не так давно его продали. И здесь есть все, что нам необходимо. Полная характеристика этого товара. Лично мне они понравились. И думаю, что очень ходовые. И в любое время года. Потому что многие ходят даже зимой в фитнес-клуб или бегают. Итак, идем на наш Амазон, возвращаемся. И нам нужно скопировать ссылку. Смотрите, что мы копируем. Вот как раз мы копируем вот это название. Вместе с кодом до слова REF и слэш и палочки. И вставляем сюда. Вставили. Здесь выбираем Select Style. Смотрите, что такое Style. Нам предлагает компания Infinii. Разные шаблоны, да. Тут готовые. Что нам нравится, как нам нравится. Так мы можем и подобрать дизайн к нашему описанию. Вот Box, скажем, да. Кому что нравится. Ну, мне больше нравится Frame. Я выбираю его, ставлю здесь точку, следую вниз, нажимаю листинг. И смотрим на следующей странице. Нам уже программа выдала название, титул. И здесь ниже мы напишем ключевые слова, чтобы нам подобрать правильные категории, куда выставить этот товар. Например, ну, скажем, Nike, Kids, может еще что-то добавить. Show, например, да. Running Show, то есть для бега. Обувь для бега спортивная. Вот ставим. И нажимаем Show. То есть показать, какие категории. Вот вы видите, в разных категориях, похожих, одних и тех же, мы видим по количеству, сколько кликов, переходов было по данной категории. Вот, например, выбираем, можете любую выбрать, но где больше всего. И видим, что приблизительный список уже категорий у нас вышел. И здесь нам просто нужно выбрать более-менее правильно. Ну, желательно, самую правильную. Если вы затрудняетесь, смотрите, как называется здесь. Closing, Shows, Accessories, Baby и так дальше. Итак, смотрим. Если что-то похожее есть, то мы туда и выставляем. Вот, например, я нашла данную категорию. Здесь у нас еще более подробное под категории выходит. Так, кому это мы покупаем? Men's, Accessories, да. Хотя это могут быть и женские. И, вернее, это даже у меня и есть женские. Значит, я выберу Women's Choice, женская обувь. Вот, и, ну, если вы даже немножко там ошибетесь, ничего страшного. Приблизительная категория уже есть. Итак, Athletic. Еще мы выбираем, что это спортивные. Вот три категории мы выбрали. И теперь идем на Payment, оплату. Здесь у нас уже автоматически выходит PayPal наш. И приблизительная цена 48. Сколько у нас было на Amazon? У нас было 40, да. Если нам здесь Infinii уже выбило цену 48, как бы это уже чуть больше. 10 долларов больше. Причем, смотрите, здесь включено и PayPal, комиссия, и eBay, и наш доход, и Infinii, комиссия, и налоговый сбор. Вы можете оставить эту цену, но если хотите больше, то можете поставить 10%. Прибыли, вот, поставите выше цену. Или, скажем, 15 или 20%. Вот, я хочу 20%. Это получается цена. 57 долларов 99 центов я выставляю. Здесь выставляем также. Shipping у нас 0, то есть у нас Free Shipping. Если у вас там другая территория, значит, вы выставляете, там, может, 5 долларов за shipping, да. Но, в принципе, оставляем 0, потому что мы пока начинающие работаем на бесплатную доставку по Америке. List Duration, то есть на сколько дней мы выставляем данный товар. Вы можете на 5, 7, 10, посмотреть, как идет, потом продлить. Ну, в принципе, чтобы не дергаться, мы имеем месяц, ставим себе на месяц, хотя можем в любой момент это поменять. Здесь мы выставляем срок возврата, то есть, если, например, покупателю что-то не понравилось, значит, в течение 14 дней он может вернуть данный товар и refill my quantity, то есть 1, например, да. Хотя я могу тут поставить еще раз, и мне потом повтор сделает, еще раз страница, еще раз выставит этот товар. Смотрите, как красиво уже мне тут картинки выставила готовые. Бренд сама нашла, Nike, номер фактурный тоже сама нашла. Если не нашли, если здесь нет, то вы можете посмотреть вот тут в описании, да, где у нас в описании, вы тут можете найти и бренд, и UPS, и что еще нас интересует, Little Kids, и Style, Athletic Shows, и цвет, и так дальше, и модель бывает тут. Вот, идем дальше, Fixed Price оставляем. Да, очень важно нам выставить UPS. UPS можно взять здесь, вот он уже есть. Или можем скопировать данный титул, название, или можем пойти на очень удобный сайт UPS Item, и здесь нам сгенерирует наш код, баркод. Вот, если вы вставите название, смотрите, моментально вы имеете свой, как бы, личный UPS код. Вот, это штрих-код, который обязательно надо вставить, и мы его сюда вставляем. Вот здесь вставить. Дальше, Description. Description, это описание, здесь уже оно есть. Можете что-то добавить, если вы найдете тут, скажем, здесь, что-то большее, да, можете взять. Если сильно нет, то и не обязательно, потому что этот товар говорит сам за себя. Можете немножко форматировать текст, сделать жирным. Если вам это нравится, сделать чуть побольше буквы или поменьше, и так далее. И все, особо тут делать ничего не надо. Тут уже все выставлено. Программа автоматически вам загрузила все необходимое, что куда отсылать можно, куда нет. И теперь мы можем выбрать 7 фотографий, которые можем загрузить. Итак, первую мы ставим основную на, как на первую картинку, первую фотографию, да, которую будут видеть, как вот на сайте, например. Здесь, да, вот эту. И потом, значит, тогда мы ставим Include и Gallery. Вот эти две птички. А все остальное, чтобы добавить тоже в разрезе, мы хотим посмотреть сзаду, сбоку, в профиле, так сказать, то мы просто нажимаем Include. Включить. И все. Легко и просто. И нажимаем Next. Итак, что нам еще тут Amazon Variation может выбрать? Select Size. А, мы можем еще выбрать Size. Это размер, да. Так, если вы не знаете размер, как определить по, например, американскому, то мы смотрим здесь. Вот, 12,5. Ну, мы можем то же самое выбрать. 12,5 это Little Kit, да. Select Color. Выбрать цвет, какой есть. Вот эти есть. Pink, White, Pole, Black. Да, здесь тоже есть разные цвета. Поэтому мы можем выбрать разные цвета. Ну, вот эти, да. Дальше. Shows, Women. Для кого мы хотим. Для женские или мужские. Style. Здесь есть более точное определение. Как бы это не очень обязательно выбирать. Вы можете и все не выбирать. Но, если выберите, то будет еще лучше, да. Running, да. Cross. Quantity. Мы напишем одну, например, пару. Да, если хотите две, можете две писать. Это если вы еще хотите выставить что-то дополнительно, пишите. Если нет, нажимаем Next. Так. Здесь у нас уже вышло опять магазины. Мы выбираем Amazon. Ссылка у нас уже сгенерировалась. Нажимаем Next. Вот мы на следующем шаге видим зеленую планочку Submit Listing. Нажимаем ее. Если все нормально, все правильно мы сделали, то наша программа все это конвертирует. И уплотняет наш списочек. И сейчас мы его будем видеть в готовом виде. Вот видите, Success написано. И нам сразу eBay Listing выдает такую вот ссылочку. И перейдя через эту ссылочку, я попадаю на мою страницу eBay. Там, где листинг именно этого товара, выставленного на eBay. Вот моя цена и так дальше. Вот я жду с моей картинкой. А теперь я зайду на Селлинг страницу и посмотрю все мои товары. Посмотрим, что у меня здесь написано. Итак, смотрите, здесь написано, я как начинающая могу продавать 10 товаров или до 500 долларов в месяц. Вот видно, что я уже заказала 5 товаров, выставила на общую сумму 373 доллара. И на 126 долларов еще у меня осталась возможность заказать что-то до того, чтобы дойти до суммы 500. Теперь смотрим, где же мои товары. Вот, пожалуйста, мои красивые товары. Я могу ждать, смотреть, наблюдать, анализировать, если переходить по всем ссылкам, что происходит с моим товаром и так дальше. Могу их переделать, если нужно, передактировать. Теперь смотрим на, заходим на InfiniEye, на Create Listing, там где наш листинг. И видим, что здесь внизу тоже есть мой товар. Есть tracking number, вот это лист ID. И можно даже отсюда нажать, тоже можно выйти на мою страницу. Видите, как легко можно все наблюдать. Вот так вот интересно, легко, увлекательно, можно выставлять разные товары, выискивать их, конечно, немножко проанализировав, чтобы выбрать получше, чтобы продать получше. А тем более используя наш замечательный инструмент от InfiniEye на полном автомате, это делать абсолютно легко и очень-очень быстро и интересно.